Всем привет, меня зовут Андрей Кекс, и ты смотришь 18 выпуск самой лучшей новостной программы в мире, Ask It More Week. Прямо сейчас самые актуальные новости за прошедшую неделю из мира нашего университета тебе в лицо. Ты вообще заметил, что не было выпуска на прошлой неделе? Итмо вновь вошел в топ-100 вузов мира. И хотел бы я закончить новость на этой фразе, но нет. На самом деле, новость звучит следующим образом. Топ-100 вузов мира шанхайского предметного рейтинга. А предмет этот автоматизация и контроль. А также вузу удалось удержать и укрепить позиции в других списках рейтинга. Изначально у нас было только 7 предметных областей, но в 2021 году их стало целых 8. Бесконечность, можно сказать, но нет, всего 8. Тем самым, очевидно, улучшив показатели по сравнению с предыдущим годом. Я вообще как считаю, все, что не делается в 2021 году, определенно лучше того, что делалось в 2020 году. Если согласен, ставь лайк. Сформирован новый состав наблюдательного совета Итмо. У нас реально такой есть? Давайте-ка я вам сейчас расскажу, из кого состоит этот совет. В состав вошли. Генеральный директор Яндекс.Технологии Андрей Стыскин. Также двукратная олимпийская чемпионка Елена Исимбаева. Но возглавляя всю эту шайку... Извините. Но возглавля... Но возглавляет совет председатель правления Роснано Сергей Куликов. И вот вы послушали эту новость и теперь думаете. Ну, Яндекс.Технологии хорошо. Роснано неплохо. А прыжки с шестом тут вообще... К чему? Проект «Умный кампус». Не компус, а кампус. Ха-ха-ха-ха-ха. Еще не построенный, но уже научно-образовательный и инновационный центр Итмо Хайфарк станет первой в России площадкой для внедрения этого проекта. «Умный кампус» — это цифровая экосистема по управлению университетской инфраструктурой. Это как умный дом, только умный кампус. Соответствующие соглашения подписали Сбермобайл, Orange Business Service и Тмо Хайфарк и университет Итмо. И все это в рамках ПМФ 2021. А теперь новость про работу. Компания WeGoTrip ищет сотрудника на должность девелопер iOS. Или iOS-девелопер. Как вам больше нравится. В команду разработки на удаленной основе. Че ты там должен будешь делать? Создавать, развивать и поддерживать инструменты? А также разные фичи, которые необходимы продуктовым командам для функционирования приложения. Но помимо простого сидения за своим компьютером, тебе придется принимать участие в решении архитектурных вопросов проекта. И взаимодействовать с разработчиками, аналитиками, продакт-менеджерами из других команд. Все подробности ищи в группе ВКонтакте Итмо Студенс. Что объединяет выпускников 2021 года? Лучшая научно-исследовательская выпускная квалификационная работа. Помни, если ты выпускник бакалавриата, специалитета или даже магистрант. И ты хочешь подать свою работу в этот самый конкурс. Ты должен успеть это сделать до 2 июля. Напоминаю, что победители получат дополнительные баллы в конкурсе на ПГАС. А также возможность опубликовать свою работу в сборнике. Ну и сам долгожданный диплом. Все подробности смотри в группе ВКонтакте Итмо Студенс. Я говорю мега, вы говорите батл. И мы получаем мега батл. Недавно состоялся финал очередного этапа Итмо Мега Батл. Начнем с третьего места. На третьем месте МФ Бытинс. На втором месте физико-технический мега факультет. А первое место на этот раз занял ФТМИ. Гран-при сезона тоже получил ФТМИ. Мы поздравляем ФТМИ, мы обнимаем ФТМИ, мы кружим ФТМИ. ФТМИ молодец. Температура воздуха в городе Санкт-Петербург плюс 27 градусов. Малая облачность, вечером ожидается дождь. Ну а сразу после выпуска погоды рубрика Иван недоволен. Привет, это рубрика Иван недоволен. Иван не диван. Иван не диван. Привет, это рубрика Иван недоволен. И сегодня поговорим о физико-техническом мега факультете. После его образования прошли встречи с администрацией, на которых говорилось, что не будет никаких резких изменений, что все будет плавно, тихо, четко. Но тем не менее, в конце мая стало известно, что несколько научных центров уходят из мега факультета фотоники. Об этом не было написано нигде, ни в ИСУ, ни в ВКонтакте, даже в ИТМИМе. И об этом не знали не только студенты, об этом не знала даже администрация самих этих научных центров. Тем не менее, в конце мая стало известно, что Центр функциональных материалов и устройств оптоэлектроники и Центр интегральной фотоники и радиофотоники переименованы и объединены в новый Институт перспективных систем передачи данных, который вошел в состав КТУ. А Центр световодной фотоники оказался в новом подразделении Института Высшая Инженерная Школа. Мало того, что об этом никому ничего не сказали, так еще это портит всю систему мега факультетов. Как было? Фотоника отвечает за фотонику, КТУ отвечает за железки, работостроения и все такое. Но сейчас на КТУ у нас есть и химия, и часть фотоники, а еще есть Высшая Инженерная Школа, в которой тоже есть фотоника. Что, зачем и почему? Четкого разделения нет. ИТМО любит изменяться, и это хорошо. Но ИТМО не любит доносить информацию, и это плохо. ИТМО, давай договоримся. Студентам больше не нужно будет искать информацию. Она всегда будет лежать на самом видном месте. На этом все. Если у вас есть чем поделиться, а я знаю, что у вас есть чем поделиться, пишите нам на почту с пометкой Иван Недоволен, либо мне в личку. Пока. Ну и наконец, моя любимая рубрика МЕГАБАЙТ РЕКОМЕНДЕЙШЕН Самая просветленная рубрика МЕГАБАЙТ РЕКОМЕНДЕЙШЕН Приближается время, когда мы будем коллекционировать цифровую одежду и примерять цифровые луки. А наши аккаунты в Инстаграм будут забиты образами в виртуальных платьях и костюмах. Вы мне не верите? А зря. Во втором выпуске подкаста Fashion Tech Регина Турбина Основательницей Репликант Фэшн и дизайнером Диджитал Одежды Регина расскажет вам о том, как продать, создать или купить свой первый наряд. Ну и еще куча всего интересного. Ссылки на запись на разных платформах ищи в нашей группе ВКонтакте vk.com.mb.news Ты только что посмотрел самый классный вып... Нет, неправда. Хотя... Ты только что посмотрел самый классный выпуск... Новостной выпуск Ask It More Week Тебе понравилось? Ставь лайк Ты восхищаешься нами? Пиши нам об этом в комментариях Ты не можешь сидеть на месте? Бей в колокол! И подписывайся на канал Меня зовут Андрей Кекс Увидимся на следующей неделе Я очень на это надеюсь Пока-пока И пользуйся кремом от загара Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok